МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый день. Людмила Васильевна, расскажите сейчас, какие главные инфекции и откуда, прежде всего, они берутся в летний сезон? Почему именно в летний сезон такая высокая активность, скажем так, заболеваний, отравлений? Да, лето замечательное, конечно, пора, но она таит в себе какие-то определенные опасности и какие-то экзотические болезни. Ну, в частности, когда мы говорим о лете, мы часто вспоминаем и острое кишечное заболевание. Это большая группа инфекционных заболеваний, которые вызываются бактериями простейшими и, в общем-то, часто называют эти кишечные заболевания летним гриппом. Почему? Потому что идет поражение по типу РВИ, да, то есть это может быть высокая температура, это может быть ломота в теле, слабость и, конечно же, поражение желудочно-кишечного тракта. А с чем они вообще могут быть связаны? То есть можно заразиться от чего? От грязной воды, да, от того, что ты фрукт съел, не помыл его перед этим? Или о том, что оставил, не знаю, на подоконнике забыл там какой-нибудь кальмар со вчерашнего дня и решил в утром съесть, а он пропал? Да, ну вот источником заражения при данных заболеваниях, то есть при этой большой группе острых кишечных заболеваний, в первую очередь является человек, да, больной человек. Также это могут быть элементарные насекомые и, конечно же, заражение происходит, ну, практически, в первую очередь мы говорим про грязные руки, это могут быть предметы обихода и то, что я говорила, больной человек, который является носителем этих бактерий. И поэтому, попав, скажем так, в организм человека, они начинают размножаться и мы с вами имеем хорошую клинику, как я говорила, летнего гриппа. И, конечно же, когда мы говорим о кишечных инфекциях, мы постоянно говорим о мерах профилактики, о том, что это важно, что это во время лета, ну, просто нужно постоянно мыть руки, да, абсолютно, ну, постоянно, скажем так, после посещения туалета, после игры с животными, после того, что ты там сел за компьютер, взял эту мышку, да, то есть, потому что очень... можно заразиться абсолютно через все. Ну, это уже такой риск, скажем так, круглогодичный, все эти мышки, да, как клавиатуры, то есть, когда мы сидим за компьютером, это уже можно заразиться, в принципе, в любой сезон, да, не только летом. Да, конечно. Ну, вот на сегодня, на сегодня, да, в связи с ливневыми дождями у нас эпидемиологическая ситуация, скажем так, по сообщениям Роспотребнадзора, она остается, конечно, стабильной, но, тем не менее, напряженной. И те населенные пункты, которые пострадали во время ливневых дождей, особо там происходит различная работа по профилактике, особенно кишечных инфекций. То есть, когда мы говорим о профилактике, мы говорим о факторах передачи, в частности, вода. То есть, вода летом, это бутилированная должна быть, это должна быть вода с тех источников, которые известны. То есть, желательно не пить водопроводную воду, потому что те трубы, которые у нас сегодня есть, они могут быть, скажем так, там могут жить эти просто бактерии и различные микроорганизмы. Затем, что касается продуктов, это, возможно, овощи, фрукты, да, молочные продукты, на которых чаще всего размножаются именно микроорганизмы. Ну и, конечно же, всевозможные различные предметы обихода. Людмила Васильевна, Вы сказали про водопроводную воду, но сейчас у многих, да и у меня в том числе, я думаю, может быть и у Вас, есть кран, который с фильтром. Знаете, маленький рядом с обычным краном делает кран, к которому подключен фильтр. Вот насколько эта вода безопасна, если Вы можете ответить на этот вопрос? Ну, если Вы достаточно следите за тем, чтобы вовремя менять фильтр, то есть, в принципе, да, потому что также проводятся исследования различных видов воды, и, в общем-то, вода безопасна. Но мы говорим про лето, мы говорим про кишечные инфекции, поэтому лишний раз обращайте внимание на то, что Вы пьете, где Вы пьете и как Вы пьете. Скажите, еще я наблюдала, что, например, вода в бутылках летом как-то быстрее пропадает, что ли. Это возможно такое? То есть, она вот постоит в теплом помещении день, и к вечеру у нее какой-то вкус другой? Или, может быть, что-то такого не может быть? Нет, как-то вот, ну, таких моментов не существует. То есть, если вода бутилированная, она проходит определенную проверку, конечно, и, в общем-то, она рекомендована к употреблению, получается. То есть, вода в бутылках, она самая безопасная? Да, на сегодня, да, на сегодня, да, скажем так. А что касается вот паводков, которые недавно, да, у нас случились такие несчастья по краю, какие сейчас, может быть, люди меры предосторожности принимать вот в районах, которые пострадали больше всего? Ну, я вот знаю, что Управление Роспотребнадзора, оно очень так действенной работает в этих районах, то есть, на их сайте существуют даже памятки, потому как себя вести, да, во время вот паводка, потому какие меры предосторожности соблюдать и рекомендации о том, как обрабатывать предметы обихода, как обрабатывать овощи, фрукты. То есть, в принципе, все тоже давно известно, что было раньше. Поэтому, конечно же, воду не пить, потому что, представляете, что такое паводок? То есть, это затопило выгребные ямы, это затопило туалет, это затопило канализацию и, возможно, вместе с водой попало в ту систему, с которой люди пьют. Поэтому меры предосторожности должны быть всегда, везде. Об этом надо помнить. Расскажите, пожалуйста, про купание в грязной воде. Ну, что касается купания в воде, да, мы когда говорим о кишечных инфекциях, первое, что может быть? Попадание воды в рот, то есть, во время купания просто в воде, да, да еще в том месте, в котором ты не знаешь, где ты купаешься, чревато тем, что ты можешь заболеть кишечной инфекцией. Поэтому только в отведенных для этого местах специальных купаниях должно быть. И, конечно, нужно постараться, чтобы вода не попадала в рот. Для этого, мне кажется, и существуют вот в списке, да, перед летним сезоном, когда, ну, пишут там на сайтах. Да, да, то есть, сайт Роспотребнадзора, они отслеживают эти моменты, они забирают воду на анализы и рекомендуют те места, где можно купаться, где это безопасно, скажем так. А еще хотелось бы к такому перейти, возможно, мифу, да, потому что, ну, мы с вами разговаривали сейчас до нашей программы, вот, и у нас с вами зашла речь про отравление арбузами, вот, то есть люди боятся, что они отравятся арбузами. Насколько это реально, ну, насколько реальны такие отравления, почему они происходят? Ну, такие случаи существуют, конечно, но вопрос в том, тот, кто боится этого, да, значит, должен себя предупредить в том плане, что где ты покупаешь этот арбуз. Во-первых, это должно быть специально отведенное место для этого, а не вдоль дороги, да, скажем так. Затем, этот арбуз должен быть чистый, в плане каком, чтобы не было никаких ни трещин, ни надрезов, да, потому что мы не знаем, где он рос, как его перевозили, и микробы нас подстегают везде и повсюду, поэтому это важное правило, которое мы должны, в общем-то, соблюдать. Ну, а что касается еще иммунитета и в плане каких-то хронических заболеваний, потому что некоторые заболевания, они просто провоцируются употреблением, если еще и, скажем так, не вполне зрелого арбуза. Но, во всяком случае, те требования, которые приявляются к продуктам, они должны соблюдаться. Спасибо большое. Мы сейчас обязательно продолжим наш разговор через пару минут. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем говорить об опасных отравлениях в летний сезон. Людмила Васильевна, расскажите, пожалуйста, морепродуктами, как вообще, реально ли отравиться можно ли? Или, может быть, это тоже миф, как арбузы, и на самом деле никто не травится от морепродуктов? Да нет, это интересная тема, потому что есть такое пищевое отравление, которое называется галлофелез, которое вызывается галлофельными вибрионами. И летом это встречается гораздо чаще. Как единичные случаи есть, так и вспышки были в определенные годы. И поэтому, конечно, опять, когда мы говорим про кишечные инфекции, говорим про отравление, мы говорим про правила, да, соблюдение, употребление продуктов, покупки продуктов. И поэтому при употреблении морепродуктов нужно обращать внимание, во-первых, где они продаются. То есть то место, где Вы покупаете этот продукт, должно быть обеспечено холодильными установками. Должны быть соответствующие документы на эти морепродукты. Извините, а мы имеем право требовать, да, какие-то инсердинции? Да, если Вы почувствовали, тем более, что как-то вот продукция не отвечает требованиям. Какие-то сомнения возникли. Желательно ее, конечно, не покупать, когда сомнения возникли. Но спросить Вы вправе, в общем-то. И, конечно же, есть такие моменты, особенно касающиеся отдыха на туристических базах. То есть покупают морепродукты, оставляют их в домике, уходят купаться на полдня, потом возвращаются и пытаются их кушать. Так вот, лучше не пытаться. При температуре больше 30 градусов эти галафильные вибрионы имеют возможность за 2-3 часа размножиться до такой дозы, что это вызовет не просто отравление, а очень сильное отравление. Хотя внешне продукт будет казаться, что вполне употребляем в пищу. Поэтому меры предосторожности нужно соблюдать. Конечно, они должны быть подвергаться термической обработке. Пусть это 2-3 минуты, но обработать их надо и не употреблять их в сыром виде, чтобы не было печального исхода. У нас просто главное лакомство, можно так сказать, буквально в каждой семье. Кто-то ловит гребетку или гребешки, их особо не готовят, не подвергают никакой обработке. То есть, насколько я знаю, там можно замешать соевый и уксусный какой-то там соус. Дело в том, что голофильные вот эти вибрионы, они распространены повсеместно, по морям и океанам. И они находятся, можно сказать так, в креветках, живут рядом с креветками, крабами. И опасность подстерегает. Поэтому все-таки термическая обработка должна быть. Хотите быть здоровыми, обрабатывайте. И лучше, я так поняла, что вообще не оставлять морепродукты летом без холодильника, да? Конечно, конечно. Даже не на полчаса. Даже не на полчаса. То есть, должны соблюдаться все меры предосторожности вами самими. Людмила Васильевна, помните, такой у нас был случай во Владивостоке, когда в аэропорту в рыбный отдел залез кот. Он там, значит, погулял по, да, или кошка это была, и он, значит, погулял там, погулял это животное пушистое, рыжее, даже если я не ошибаюсь, по прилавку. Я вот не помню, сняли ли продукцию оттуда. Ну, я думаю, что, конечно, эта новость получила огласку и продукцию сняли. Но вот насколько контакт продуктов и животных тоже вообще опасен. Или домашние, там, животные, например, не несут никакой опасности, если они, знаете, бывают, запрыгивают на стул, там, лапой своей по столу шерудят. Нисколько это опасно? Да, как бы вот, как говорится, люби себя. То есть, микроорганизмы, они повсеместные, они везде и повсюду. Поэтому, я помню, такой плакат был интересный, было нарисовано муха и яблоко, и написано было внизу, муха трогала, есть нельзя. Поэтому делайте выводы, насколько опасен тот продукт, который кот потрогал своими лапами. Ну, то есть, все-таки лучше себя обезопасить. Конечно, конечно, ну, помойте там, в конце концов, обработайте как-то, ну, при возможности не ешьте. Как вообще проявляются отравления, да, вот заболевания острые, какие симптомы, при которых нужно забить тревогу, скажем так? Ну, вот мы в начале нашего разговора говорили о том, что это высокая температура, это ломота в теле, это слабость, недомогание и, конечно же, поражение желудочно-кишечного тракта. Это боли в животе, жидкий стул, может быть рвота, поэтому нужно на эти симптомы обращать внимание. Так называемый летний грипп, очень похоже, да, на зимнюю инфекцию. Да, 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 когда зимой все поголовно простывают, а летом травятся. Да, совершенно верно. К сожалению. Какие меры предпринять в первую очередь, почувствовав какое-то недомогание? Ну, если это температура 40, да, если это ребенок, то, естественно, не оставлять без внимания. Любая попытка заниматься самолечением, она чревата переходом в хроническую форму, поэтому все-таки нужно обращать на себя внимание, заботиться о своем здоровье, потому что мы с вами должны заботиться о своем здоровье, и не заниматься самолечением. И все-таки обращаться в лечебное учреждение к врачу. Но все-таки, знаете, существуют разные, там, как говорится, дедовские способы, да, когда, я помню, в первую очередь, мама обычно дает активированный уголь. Или насколько это правильно? Если, понимаете, тут микроорганизм может быть разный, да, одно дело, это вы получили пищевое отравление, другое дело, вы заполучили микроорганизм такой, который просто активированный уголь не убьет. И он будет размножаться, и чем чревато? Тем, что может перейти заболевание в хроническую форму, в частности, дезинтериес, альмонолюс, да, и потом гораздо труднее будет из этого выкарабкиваться. Поэтому лето, особенно то, что касается детей, 60% детей более подвергаются вот заболеваниям, да, кишечными инфекциями. И мамочкам надо быть здесь осторожным. И в плане воды, и в плане обработки, скажем так, сосок, бутылочек, и следить за своими руками, в первую очередь, и за руками детьми. А могли бы поподробнее рассказать, например, про дезинтерию, или какие еще вот вирусный гепатит, также, да, очень опасная такая история? Да, у нас, да, мы говорили вначале, что дивирусный гепатит, дезинтерия, альмонолюс, да, вот что касается вирусного гепатита А, или, как говорят, болезнь Боткина, или желтуха. Звучит страшно. Звучит страшно, да, или болезнь грязных рук. Ну, фактором передачи является в большей части, конечно же, вода. Опять мы возвращаемся к тому, что не пить, где попало и что попало. То есть не из-за известных источников лучше все-таки пользоваться бутылированной водой, и вот то, что касается паводков, да, кипяченой водой, и потому что можно завалить чем угодно. И, конечно же, инкубационный период может быть от двух недель до 30 дней, да, и внимание в первую очередь наше привлекает что? Что может быть пожелтение склер, темная моча, это первые признаки вирусного гепатита. И очень часто бывает так, что заболевают именно вот начиная с середины июля, да, такой сезон у нас кишечных заболеваний до середины сентября. И очень часто проявления чаще бывают в сентябре, в октябре именно вот вирусного гепатита. Даже какая-то существует такая зависимость цикличная. Буквально там через каждые 5 лет вирусный гепатит в форме вспышки может возникать даже. Ну такое в науке существует, скажем так. По городам, да, по регионам вы имеете в виду? Ну да. Трудно объяснить, с чем это связано, но вот существует такая цикличность заболеваний именно вирусным гепатитом. Ну вот вы сказали, что там можно заболеть, да, но проявиться эта болезнь может не сразу, да, то есть какое-то время нужно что-то произвести. Да, то есть у каждого заболевания есть свой инкубационный период. То есть что это такое? Это период с момента попадания, скажем так, микроба, да, в организм и до момента проявления каких-то клинических симптомов. И вот он может быть, скажем так, от 3 дней до недели и до 30 дней. И начало может быть самое разнообразное, в частности вирусного гепатита А, то есть это может быть респираторный синдром, связанный с насморком, с болью в горле, какие-то симптомы как при простуде. Ну, в итоге заканчивается тем, что обращаясь в больницу, ты понимаешь, что ты заболел вирусным гепатитом. Людмила Васильевна, еще вот такой вопрос. Все-таки много у нас в России разных народных средств, скажем так. Ну, то есть, да, как, допустим, ну неуколь, да, потому что это уже такое стало, ну, чуть позже, да, к нам пришло. А когда простыл, значит, ромашку пей, там, еще какие-то отвары. Ну, я понимаю, да, что вы как врач редко с этим сталкиваетесь, но люди в основном в первую очередь бегут за какими-то народными средствами. И говорят, что при отравлении, да и при любых других болезнях может даже помочь, грубо говоря, какой-то там небольшие граммы спирта. Вот, стоит ли вообще это принимать? Потому что я слышала и о таком, что это помогает там что-то промыть и убить микробов. Мне кажется, первый главный довод – это то, что спирт убивает микробов. Несколько, давайте развеем миф, что это неправда, что это еще вреднее, даже можно только усугубить этим ситуацию. Дело в том, что когда процесс уже пошел, то есть, если микроорганизм уже попал в организм, да, он будет стараться развиваться, то есть, поэтапно. Сначала температура, потом какие-то боли в животе и так далее. И дело в том, что употребление спиртного, оно может вызвать любую непонятную реакцию. То есть, это может упасть давление резко, да, может процесс усугубиться еще более, то есть, можно усилить боли. Поэтому экспериментировать, я так думаю, не стоит. Есть, конечно, средства, в частности, угольные таблетки, да, раньше была марганцовка, которую промывали, да, говорили. Ну, вот, тем не менее, как-то все-таки лучше совета доктора ничего нет. В крайнем случае можно позвонить в скорую помощь и получить консультацию по телефону, да. Вот, я думаю, так. А на следующее утро все-таки обратиться в лечебное заведение. Чем чревато хроническими процессами, которые могут развиться потом на долгие-долгие годы. В частности, что такое хроническая дизентерия, представляете? То есть, вы всю жизнь будете болеть хронической дизентерией. У вас будут постоянно боли и жидкий стул. Кому это надо, да? И никаких алкоголей. Лучше, да, воздержаться. Воздержаться, скажем так. Скажите, могли бы вы еще поподробнее рассказать о том, как люди могут обратиться за помощью, если, например, самостоятельно не могут, прямо сейчас почувствовать недомогание, поехать в больницу, например, если это ночью. Или если, ну, по каким-то другим причинам нельзя поехать в больницу. То есть, можно куда-то позвонить, получить консультацию. Как это сделать? Я так думаю, что самое первое, наверное, у нас есть 03. То есть, мы думаем набрать номер 03 и получить первую информацию из уст, скажем так, диспетчера скорой помощи. Описать ситуацию. И вам подскажут и помогут, как быть. То есть, должны помочь? Да, конечно. Ну, как же. Ну, в крайнем случае, конечно, вызвать скорую помощь. Все равно доктор даст всегда совет. Потому что мы обращаемся к врачам с целью получить консультацию и совет. А там уже он направит в нужное русло. То ли даст советы, вам этого достаточно будет, то ли вам на следующий день придется все-таки вызывать доктора или идти на прием в поликлинику. Скажите, а к вам обращаются за какими-то советами или консультациями? А мы занимаемся больше профилактикой. То есть, мы пытаемся донести до нашего населения, да, что каким образом можно предотвратить какие-то заболевания. То есть, мы пытаемся издавать различные буклеты, различные памятки, размещать их на сайте нашего ПКМИАЦА, да. То есть, можно зайти и почитать. Мы уже разместили буклеты и памятки по острым кишечным инфекциям. То есть, пожалуйста, на сайте Роспотребнадзора они сейчас разместили памятки, вот, касающиеся паводков, да, каким образом защититься, что не пить, что не есть, и как обрабатывать то, с чем пришлось столкнуться вот во время паводков. Может быть, мы еще напоследок, как говорится, чтобы закрепить, да, информацию, о которой мы рассказали. Может быть, вы еще скажете два слова о том, как предотвратить, да, все-таки острые какие-то кишечные инфекции. И главный совет, что делать, если вдруг все-таки уже отравился. Не есть, что попало, и не пить, что попало, и где попало, да. И соблюдать элементарные правила личной гигиены, соблюдать правила хранения продуктов, да. И обращать внимание на то, где вы покупаете продукты, чтобы это не было, скажем так, на дороге, да, чтобы это был определенный ларек или определенное место, где разрешено это делать. Обращать внимание на то, что вы покупаете, в каком виде, чтобы это были продукты не треснутые, не гнившие, если там подешевле как-то, да. И не забывать о том, что когда вы их купили, все-таки их надо обрабатывать. Их надо правильно помыть, обдать кипятком желательно даже, да, все-таки термически обработать, если вы съели те же креветки, готовитесь съесть. Ну и помнить, конечно, о том, что наше здоровье взаимвисит от нас с вами. Если все-таки что-то произошло, и состояние требует вмешательства медицинского работника, то лучше обращаться к медикам. Потому что может прийти хроническое заболевание. Если оно возникло, и мы его не лечили, или отмахнулись, или подумали, что нам это не надо, и так пройдет, ну, потом придется за это платить гораздо дороже. Да, вы правы, все-таки дороже здоровья ничего нет. Совершенно верно. И остается пожелать, я думаю, только здоровья тогда нашим зрителям, и чтобы они последовали всем вашим рекомендациям. Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продана. Увидимся на восьмом.